Мы сейчас развиваем маршрутную сеть в пригородную зону, то есть Алматы-Талгар, Алматы, Вилийские районы развиваем по просьбе жителей пригородной зоны. Основная работа у нас вот эта вот и самое главное мы планируем в октябре месяце запустить электронные билетированные в общественном транспорте, что в первую очередь мы планируем повысить качество обслуживания пассажиров. К примеру, сейчас водители, выезжая с предприятия, у них цель окончания работы это одна, сдать выручку в план. За чьей идет и гонки на маршруте, то есть за каждого пассажира они гоняются, перегоняют друг друга. Сейчас этими мерами мы думаем снять эти все напряжения, то есть водитель не будет зависеть уже от наличности. Ему будет, скажем, цель его будет отработать свое время, как положено, отработать без нарушения свой график, схему движения. Сбором за проезд будет заниматься сам валидатор, то есть электронное билетирование. Уже не будет такой задачи, перейдем собрать и сдать какой-то план. Конечно, это намного упростит работу и наведет максимальный порядок на дорогах. Ерлан, у нас телезритель присоединился к нашему разговору, давайте дадим возможность ему обратиться к нам с вопросами или пожеланием. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Добрый вечер, говорим. Алло, здравствуйте. Да, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Меня интересует вопрос. Вот по Роза Бакиева от Троембека до Альфа-Раби, вот этот кусок выпавший. И вот мне хотелось бы знать, будет ли у нас там проходить пассажирский транспорт? У нас, например, не проходит. От Роза Бакиева до Раембека по Альфа-Раби. Ерлан. Ерлан, что вы можете сказать? Да, данное предложение к нам уже не раз поступало. У нас сейчас по Роза Бакиева ходит троллейбусный маршрут. Ну, мы сейчас изучаем этот вопрос, скажем, взять и открыть маршрут тоже не так просто и не так легко. Данный маршрут сперва надо будет изучить, изучить пассажиропоток, куда основной пассажиропоток с этой улицы уходит. Данный вопрос мы изучаем и будем рассматривать. Но сразу хотел бы забежать вперед. Скажем, к нам поступает много предложений. Откройте там маршрут, откройте сюда маршрут. Да, но невозможно, скажем, в городе Алматы живут более полтора миллиона человек. Да, и из них, скажем, половина пользуется общественным транспортом. И открыть для каждого маршрут, чтобы он ездил без пересадки, это и физически, и технически невозможно. Вот, так что мы этот вопрос изучим и при возможности будем рассматривать. Рахмет, назовем следующие телефоны, вопросы для вас. Хабнас Ханкизект Курмин, Каудай, Кишар. Водитель, кондуктор, нечетырлый сезарайты в шагастай. Ниеге отразбай. Вот, салай, отразбай мы, елю тенге дэм біздеба, проезд, тюлян зейд. Біздеб проездной, проездной дэнешн, сатастар дэси, проездной дэм бізгэр шхандай пайдар жоқ дэйд. Компаниялары назван дэйм айтан дэси, онар бізгэ не стелай туктэ стелмай дэйд. Вот, олғай сондай жақтай, вот, қынақтарымыға бірақ еден дэнэсірақ, осы, осы, елі төртін шақты, осы, елі төртті, қашан парядып бұлады. Вот, тұлпар кампаниясына звандасын, ой, джөндеймір, 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 джөндейлетін іштін кер жоқ. Түсініптар Ахмет, жалпы мұна, қалаға ғатынайтын облысынан, қаншалықты қылаудаймын? Елтөртші маршрутты ендімен джәзу алдым, ол негізі прайызмаймен тасу керек, қалам бақты оғаннан кейін, әт, өн кәсі ерте басықтан шақырып, өн шарақолынан амысын. Жалпы жаңа автобус-пентралибус-тарды алдағы сатып алу көзелі отырма? Жаңара ма? Құра ма? Әлде осы қазірге барын қолданысты? Қазір бар пақы осы, бірақ ол үмір жүргіз ғатын қарастырладыр. Басында айтпеті маң, джеке меншек автопарктың басшылары осы жақында құра маң, құра маң, құра маң, әлті жақтың бас қалып жасында жүргіз қалып жасында. Я не знаю, что это такое. Продолжение следует. Я задержалась, чем источник управления движением на Альфа-Арабио. Вы говорите, что на Альфа-Арабио-данк? Нет, это как ул. Вы можете узнать, что у меня было потом автобусы. И если вы хотите, то мы хотели бы остановиться. Какое время было на вечер? Какая мощность? У меня есть небольшая находка. У нас есть небольшая рабочая. У нас есть небольшая таблика. Например, у нас есть небольшая таблика. что мы не можем говорить про нарусбай ауданы 4 баллы сейчас мы можем говорить о нарусбай аудан основания мы не можем сказать В этом году мы находимся в Кашкантай Микрофтобусе. В этом году мы находимся в Кашкантай Микрофтобусе в Кашкантай Микрофтобусе в Кашкантай Микрофтобусе. Что это действительно удобно с системными работы? Invite от мигрофтобусе в Кашкантай Микрофтобусе в Кашканті Муисуде. Например, демал сукендер ол жаға автоозын сан көвету отырмыз. Жүміс... Козғалыс тоқтаған жоқ. Да. Хабыласыған кезекті көремен бар, кеш жарып. Тыңдап отырмыз. Алло, сәлемет сәлеме. Яйта беріңіз, сұрағыңыз көлсәне. Біз ұның қалқамандағы премьер деген ұқшамаудан ашылған болады. 16 этажда 29 үй бар. Одан басқа да жекемен жүкілер бар. Алтын ордадан келетін автоғыздардың дәрі тура рағын бекпен кетеді. Бізге іш бірде бір транспорт кірмейді. Алтын ордадан бізім жуалы көшесіне әуізі көшесіне шығатын жақсы жол бар. Мен әуіз балданың әкіміне де бардым, қат жаздым, олар ешкінде жауап маға қайтарған жоқ. Ерлан, у нас еще один телезритель желает обратиться с вопросом. Давайте его тоже выслушаем. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. У меня три вопроса. Первый вопрос касается четвертого маршрута. В свое время четвертый маршрут был передан муниципальному автопарку, а сейчас, несколько месяцев назад, снова передали частному автопарку. Это очень неудобно. Были хорошие автобусы, комфортабельные, когда муниципальный автопарк, и хорошо он регулярно ходил этот автобус. А сейчас опять проблемы с передачей частному лицу. Почему частному лицу опять передали этот маршрут? Следующий. Вот второй вопрос. Насчет 12-го троллейбуса. Сейчас он ходит по улице Садпаева. И желательно, чтобы этот маршрут 12-го троллейбуса оставили, чтобы он по Садпаево ходил. Очень удобно, когда он идет по Садпаево. И третий вопрос. Это в связи с электронным билетированием с 1 октября. А как будет это касаться пенсионеров после 75 лет? Спасибо за вопросы. Ерланд, с какого вы желаете начать? Ну, касательно четвертого маршрута. В свое время у нас четвертый маршрут обслуживался частным перевозчиком тыло автобусный парк номер 4. Но в связи, так скажем, данное предприятие 1 декабря 2014 года, оно приняло решение, что уходит с рынка пассажирских перевозок. И мы, как управление, были вынуждены временно поставить на маршруты, которые обслуживал четвертый автобусный парк, перекрыть его коммунальными автобусными парками. То есть резервные автобусы были в срочном порядке перекинуты на те маршруты, которые оставил частный автобусный парк. Но параллельно все эти маршруты, они выставлялись на конкурс. И так как все маршруты распределяются на конкурсной основе, согласно действующего законодательства, эти маршруты, которые обслуживал четвертый автобусный парк, это четвертый маршрут. Еще ряд маршрутов, именно четвертый маршрут по конкурсу выиграл ТУПАР ЦДС, ТО ТУПАР ЦДС, частный автобусный парк.